МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Считается, что вы, люди молодые, способные за четыре года можете освоить то, что другие 5 лет осваивают. Может быть, кто-нибудь скоро придумает, что за 3 можно это сделать. Такие тенденции есть. Но вот, по всякому случаю, мы такую реальность имеем на сегодняшний день. Ну вот, теперь я хочу с вами познакомиться. Для этого я хочу задать вопрос с подтекстом, конечно, философским. Вот молодой честь. История, что отвечает? Вы историки? Вы историки, вот вы, голубая работа. Говорит, не скажу. Он партизан. Что изучает историю? Историю. Да. История на науке или не науке? На науке нет. Ну что она изучает? Люди, события. Люди, события. Вот стоит на Невском. Люди, события. Они стоят. Так? Нет? Ну что изучать историю? Я вам обещаю в ответ сказать, что изучаете философию. Прошлое. А? Прошлое. Человек и общество предельщик прошлого. Человек и общество? Да. Человек и общество. А что, человек в общество не входит, что ли? Нет, конечно, просто что-то он забывает. Ну точно. То есть как бы яблоко и семечки в нем. Так. Да? Ну это хорошо. Ответ неплохой. Потому что мне вот некоторые ваши предшественники отвечали так. История изучает то, что было. Хороший ответ? Ну, по-моему, не очень хороший. Я ей спрашиваю. Так и что, она изучает то, чего нет? Заканчивает историки университет. Приходит на работу. Говорит, мы специалисты. Мы подготовились к тому, чтобы изучать то, чего нет. Возьмете нас на работу? Да нет. Говорит, нам нужны люди, которые знают, что они люди про то, что есть. Поэтому вот очень правильно, очень нужно правильно сформулировать, что изучает история. Я возьму за основу ваше определение. Но я не могу разбросить его. Как раз мне, так сказать, оно попалось, и в нем есть ценности. Конечно, общество изучает. Ну как оно изучает? Изучает современность. Современное общество имеется в виду, конечно. Современное общество. Как продукт предшествующего развития человечества. То есть, история изучает современное общество, да? Говоря вашими словами. Но как продукт предшествующего развития человечества. Не в отрыве от того, что к этому пришло. Что к этому привело. А именно вместе с вот этим путем. Вот не историки, они вот так сказать, по верхам хватают то, что сейчас есть, и не понимают, откуда это взялось. Как оно произошло. Во что оно развивается. А следовательно, не могут понять, а что будет в будущем. Правильно? А как можно понять, что будет в будущем, вот с вами, если я не знаю вашу историю. То есть, не знаю, от кого вы произошли, что вас интересовало, чем вы занимались и так далее. Вот этим занимается историческая наука. Значит, поскольку я преподаю у вас курс философии, то, естественно, вас интересует вопрос, а какую пользу от этой науки философии? Правильно? Значит, философия изучает всеобщее, если говорить очень кратко. Всеобщее. А что значит всеобщее? А то, что есть во всем. Вот то, что относится чего-то, так сказать, особенного, к чему-то особенному, там, к химии, к физике отдельно, к биологии отдельно, и эта философия не изучает. Она изучает то, что есть во всем. Поэтому философские ошибки самые крупные. То есть, если человек философию не знает, он мелких ошибок не делает. Он делает фундаментальные ошибки. Такие глупости несет, что несусветные. Что сил нет. Поэтому, скажем, философия уже для того должна изучаться, чтобы вы не делали, мы или мы с вами не делали, крупных ошибок в своей работе. Ну, например, вот, скажите, пожалуйста, вот историки должны изучать человечество, так сказать, в живом виде или в мертвом виде? Ясно, что в живом. Правда? Нет? Вы должны представить его предшествующее движение как живое. Правильно? А если как живое, то есть в движении. А противоречие движение в чем состоит? В изменении. Кто-нибудь знает, что такое изменение? Вот, молодой человек, вы изменяете? Изменяете. А что это такое? Что? О, на ухо и запустил. Ну, хорошо, я задам вам два вопроса. Первый вопрос. Вы равны самому себе? Ну, раз хороший, так и отвечайте. Если бы плохой, вы могли бы не отвечать, а хороший, сами признали. Отвечайте. Вы равны самому себе? Это называется уклончивый ответ. То есть человек сомневается, он равен самому себе или нет. А может, это не вы? Тогда за кого вы себя выдаете? А вы-то хоть равны самой себе? Ну, слава богу, есть человек, который равен самому себе. А вот второй вопрос. Давайте с вас начнем. А вы не равны самому себе? Да ладно, все видели, что вы вот так вот делаете. И когда вы так делаете, вы точно не равны самому себе. Правда? Ну, если бы вы так сидели, а потом вот так взяли. Ясно, что это уже такое и не такое. Это же разное, правда? А, противоречие. А, противоречие. Вот человек подвинулся и знает, противоречие. Противоречие между тем, что вы и равны самому себе, и не равны самому себе. Если вы только равны самому себе, то я ухожу. Почему? Какой смысл читать вам лекции? Читал, читал. Полтора часа. А он все равно равен самому себе. Это о чем говорит? Но если на него нападать, то это говорит о нем очень плохо. Что он, бесполезно ему читать лекции. Он как вот знал вот это, так он это и остается. То есть, как не знал того, что я преподавал, так и не знает. Ну, у нас не принято нападать на студентов, правда? Как? Студента, у него как с гуся вода, так сказать. Вы можете сказать, а мы студенты, мы учимся, мы не должны все знать. Это вы должны нам рассказывать, а мы-то ничего не знаем. Поэтому, что вы на нас нападаете. Ну, тогда я, значит, преподаватель такой, что я читал полтора часа, а у студента как вот было, что в голове, то и осталось. Ничего не изменилось. Ничего себе преподаватель пришел. Зачем таких держат? Надо сказать, будет Абдулле Хамидовичу. Надо это закрывать. То есть, человек не может только оставаться равным самому себе, если он обучается, правда? Ну, тем более, вы на пятом курсе. Что вы такими же будете, как на четвертом, пятого уже нет, извините. Такие же, как сейчас? Нет. Но это вы же. Если не вы, так задайте тогда эти документы сюда и выходите. А если вы, значит, вы остаетесь, ну, вы-то остаетесь, он-то вот сомневается, а вы-то останетесь равным самому себе и в то же время неравным самому себе. И вот это равенство с собой и неравенство с собой, только так можно изобразить изменения. И даже у известного философа, создателя диалектики, Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, есть по этому поводу даже название, что вот поскольку вы и равны, и не равны, не так, как вот вы хотели расточить, временами равен, временами не равен, то есть, так сказать, какое-то чередование то туда, то сюда, то сюда, то сюда. Нет. Всё время и равен, и всё время не равен. Поэтому, если это не части, нельзя оторвать вашу часть равную от той, которая неравная. А вы одновременно и равны, и неравны. Это называются моменты. Моменты – это неотделимые друг от друга. Неределимые, нераздельные. Скажем, как два движения в одном движении. Ни части, ни куски, ни элементы. Ну, чтобы это понять, поскольку историки изучают живой предмет – общество в развитии, да? В движении и развитии изучают общество. Поэтому, вот на такой вопрос, а вот рука у вас где кончается? Вы как ответите? Здесь, да? Конец? Руки. И здесь. И всё, да? А что, у вас мёртвая рука? Нет. Нет? А кровь у вас идёт в руку? Да. А откуда идёт? Ну, наверное, из сердца идёт? Из сердца. А как она здесь заканчивается? Если мёртвая, то она здесь заканчивается. А если живая? Вы кровь-то в руку считаете, нет? Значит, она идёт к сердцу? Значит, она от сердца начинается, да? А вы так не можете сделать? Вот так. Можете? Во. Так это откуда идёт? Из сердца? Нет. Ну, из головы, конечно. Так у вас как? Живая рука? Так она нервами управляется? Да. Так мозгом управляется ваша рука? Да. Значит, ваша рука здесь начинается? А некоторые думают, что вот здесь. Ну, когда оторвёт руку, конечно, здесь. Поэтому, если бы вы были студенты-медики, и были бы в анатомическом театре, вы бы сидели и резали трупы. Это полезное занятие? Потом. Чего? Не, ну, интересно. Вот, скажем, вас направляют на операцию. И предлагают сказать. У нас, говорит, два человека, два хирурга. Один, значит, трупы резал. 20 трупов разрезал. И всё знает, где что находится. Где печёнка, где селезёнка. Где там поджелудочная железа. Где какой позвонок. А вот это, говорит, новый хороший он на вас будет впервые делать операцию. Вы к какому пойдёте? Наверное, к тому, который уже натренировался, но не на живых людях. Или на вас, на первые надо тренироваться. Вряд ли вы попросите, правда? Поэтому, это у них такая задача. Они там знают все составные элементы, куски, части. Вот Энгельс, например, говорил, что части лишь у трупа. А вот живую руку вы не можете оторвать как-то. От головы, от сердца, правда? От мозга, это я не могу. Вот так же и в жизни. Все люди находятся во взаимной связи. Вот вы сказали общество. А вы знаете, что такое общество? Вот это вопрос. Тут мне надо где-то вот... Мне же надо показать, что от философии какая-то польза есть. Вот вы знаете, что такое? Я-то знаю. А вы знаете? Не знаете. А сочетка знает? И соседка не знает? А что, вы так группируетесь? Те, кто не знает общество, вот здесь сидят. Понятно. А на том краю? Те, кто знают? Вот вы двое сидите. Наверное, знаете, что такое общество. Не, ну на первом ряду. Вы мои приближенные, можно сказать. Вы тоже, кстати, приближенные. Общество. Что такое? Интересное кино. Полгода люди проучились. Исучали историю. Вот этот товарищ выдал мне, что вы изучаете общество. Но выясняется, что ни этот товарищ, который выдал, ни другие товарищи, даже ко мне приближенные, не знают. Может, отдаленные там знают. На галерке. Общество. Ты что? Скажите этим людям. Совокупность людей. То есть набрать людей много, толпу. Будет общество. Так? Как? Еще раз. Людей. Еще что? Совокупность людей. Значит, а это не будет население? Толпа, население. Вот если народ толпой собрать, будет общество, да? Нет, они еще должны осознавать, что у них человек. А, еще у них головы должны быть. Они должны осознавать. С головами людей. Ну, а эти собирали безголовых, думаете? Они ведь тоже имели в виду безголовами. А если они не осознают, то они уже и не общество. Вот вы, если не осознаете, что общество, что не общество, то вас вроде... Вас уже там не считают за человека. Вас в общество не пускают. С того края. А оттуда выход. Ну, вот это пример того, что вообще одна философия должна людям объяснить. Ну, это общество все должны знать, не только историки, правильно? А вы не знаете, что люди вступают в отношения? Знаете? Знаете же. Между собой, правда, вступают? Ну, вот люди вместе с их отношениями образуют общество. Ну, это важно или не важно? Вот какие отношения с отношениями? Есть же у вас отношения? Ну, вот. А то могли бы сказать, я его не знаю. Или он нас не знает. Первый раз вижу. Так? Значит, вот общество – это люди, взятые вместе с их отношениями. Но поскольку философия изучает общество в движении, как изменяющееся общество, то, следовательно, она изучает и противоречия, которые есть в обществе. Правда? Любое движение связано с противоречием. Например, если вы возьмете движение, ну, самое элементарное, там, механическое. Вот если я иду. Тут есть противоречия? Или нет? В чем? У него какого-то ничего. А? Относительно какого объекта вы движете? Относительно вас. Относительно меня, да, а вы работаете. А на моей основе проезжают машины? А противоречие-то в чем? Вы себя зачем запутываете в мое противоречие? Если вы собираетесь на физику и рассматриваете вас какого-то... Нет, на физику вам не удастся это опереться, потому что эта физика этот вопрос не решает, что такое движение. Не решает, это решает философия. Не решает вопрос на физику. Она решает, какая скорость, сколько вы прошли. А философия говорит, что если вы проходите через эту точку, то значит вы... А, в ней находитесь, правда? Если вы в ней не находитесь, вы в ее и не проходите. Правильно? Значит вы в ней находитесь. Но если вы в ней только находитесь, то вы в ней не проходите, а стоите в ней. Значит вы еще в ней и не находитесь. Вот и противоречие Противоречие механического движения Чтобы быть в этой точке и не быть в этой точке Одновременно Или Я хочу в начале нашей вводной лекции Привести некоторые примеры, чтобы показать Что некоторые вещи, которые Широко употребляются Но еще не продуманы и не поняты Ну, так сказать, и без изучения Например Вот вы знаете, что такое граница? Что это такое? Раз знаете, так скажите Вот то, что разделяет, да? Вот смотрите, лекция нас разделяет Я лектор, а вы слушатель Правильно? Значит, лекция наша граница Правильно? Что? В каком-то плане, да А если в каком-то плане, значит разделяет Ну, вот здесь Вы лектор, я студент Да А если Мы будем ехать в одном транспорте? Не будем ехать в одном транспорте Не будем Сейчас давайте вас Лекция нас разделяет Так, а можно мне задать вопрос? А вам не кажется, что лекция еще нас соединяет? Да То есть, если вот это лекция То значит, и вы должны быть и я Ну, вы имеется в виду не только вы, но и все присутствующие Правда, студенты? Вот представляете, лектор пришел, а студентов нет И он тут читает, читает Потом заходит, он заглядывает Сумасшедший, что ли, тут разговаривает в аудитории Или, допустим, вы пришли, а меня нет Ну, меня не в смысле меня, а именно меня Ну, лектора нет И сидят, записывают А что вы записываете? Ну, что вы записываете? Что вы тут сидите? То есть, так лекция нас и соединяет? Да Значит, что такое граница? Это одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто Красиво? Да Красиво Граница – одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто Соединяет и разделяет два нечто Это надо знать, для какой ноги? Да для всех нужно знать А вот иногда говорят о границе, и еще берут какую-то границу, говорят, это предел, все Что значит предел? Кто понимает, что такое предел? Есть такие люди, которые понимают, что такое предел? Я про математический предел не спрашиваю, я сам знаю, что это такое Могу вам сказать Сказать? Пожалуйста Число А называется пределом последовательности хн При n стремящемся к бесконечности, если для любого сколь угодно малого числа епсилон Найдется такое n большое, что для всех n больше n большого, xn минуса по абсолютной величине меньше епсилон Понятно? Это мы не будем изучать Мы будем изучать предел Философский Что такое предел? Вот вы говорите, вы дошли до предела, это что значит? Больше не можете? А вот смотрите, вот Елена Есенбаева 28 раз Меняла показатели чемпионки мира Мира 28 раз она делала то, что не умеет Правильно? Но она не умела же, она же до этого меньше прыгала Это сразу и больше стала прыгать Вот еще больше А вы что говорите, все, уже нельзя больше А оказывается, можно Точно так же и студенты Вот сейчас вы это знаете Это как бы предел А что, нельзя еще пойти дальше? А еще выше нельзя? А еще выше? Сейчас Вот все видят этот край трибуны? Представьте себе, летит самолет, вот он, металлический Так? А это граница Граница Вот когда он подлетает к границе Она для него предел или нет? Может еще же лететь, правда? А когда перелетел Тоже ведь не предел Может еще же лететь? А когда предел? Значит При подлете не предел Когда уже перелетел, не предел Логический вывод Когда предел? Когда приземлился Приземлился самолет Да вы что, не видели что ли? Он летит на высоте 10 тысяч метров Вы что? Вы что придумали? Еще бы не хватало Он так вот До этого летел И потом Руссо туда Вы что, террористка что ли? Вот дает Кошмар какой Не пугайте народ Вот самолет Показывают Ну, я, наверное, плохо показываю Вот так показываю Вот Значит Вот летит самолет Пока он не долетел до границы Над границей Будет сейчас лететь Скорость постоянная Чтобы вы тут не придумывали ничего Постоянная 10 тысяч километров в час Постоянной скоростью Пока не долетел до границы Можно Она для него не предел Правильно? Когда прилетел через границу Она для него Не предел Вопрос Когда предел? Когда что? Первое Когда это я слышал А вот дальше не слышал Что? Ну, скажите громко Когда над границей? А что он делает над границей? Значит, вот Философия Не зря развивалась Больше, чем 2000 лет Она на такие сложные вопросы Дает очень простой ответ Предел Это граница Которую переходят Или переступают Это совсем не похоже на то Что мы думаем Правильно? Но другого тут просто не скажешь Верно? Поэтому Что такое студент? Студент Или студентка Это такой человек Который постоянно Выходит за свои границы А тот, кто не выходит Из-за своей границы Как его называют Этого человека? Ограниченный человек У нас на кафедре Я в свое время работал На кафедре управления И планирования Социально-экономических процессов Экономического факультета У нас был такой товарищ Сердяков Виктор Андреевич Он говорил Я профессионал У него такая была тросточка Очки золоченые Он говорит Я профессионал Я делаю То, что Всегда То, что умею А я его спрашивал А вы когда вам было полгода Что вы умели? А как называют тех Которые вот уже В 30 лет делают то Что они Только то, что они умели Когда им было полгода Дураками их называют Так вы? А студенты что делают? Они постоянно выходят За свой предел А кто за свой предел не выходит Это ограниченный человек А мы с вами стремимся К безграничному развитию Я правильно вас понял? Консенсус Значит, что изучает Философия Философия изучает Вот видите Эта вот категория Она применима ко всему Изучает Всеобщее Всеобщее И она изучает Это всеобщее В движении И развитии А не мёртвые И не в покое Правильно? Правильно? А поскольку она изучает Все в движении И развитии То можно сказать Что это Наука А А всякое движение Имеет свое противоречие Наука о противоречиях Развития Можно так сказать? Ну а что история делает? Да история Это и изучает Какие были противоречия В ходе развития Правильно? То есть философ Это замаскированные Историки Историки Замаскированные Под Философов Это они Чтобы все здание Захватить Там сидят Изображают Из себя Философ А на самом деле Изучают Общество В процессе Его развития Чувствуете? То есть я ваш Ну а Историки Уж по крайней мере Социальные философы Это точно Там есть конечно Философы Которые изучают Там Антологи Они изучают Бытие И специалисты По теории познания Феноменологи И так далее Они явления Изучают Без сущности А Говорят Сущность Не важно Явление Вот я смотрю на вас А что у вас там В душе Меня не волнует Это Феноменология В этом состоит Ну вот Если вы берете Историков Так они изучают Что вот Они берут Общество В развитии Ну они как раз Вы же берете Не только конкретные факты А конкретные факты Как выражение Некоторых Общих закономерностей Правда? История Если она наука Она изучает Какие-то закономерности Или только Кто в каком году родился Это единичные факты Они ни о чем не говорят Это еще не наука А просто так вот А вот видеть За конкретными фактами Как говорится Поступь истории То есть видеть Как идет развитие общества Вот это конечно Настоящая история И в этом смысле И социальная философия Ну вот это вот Если говорить о том Что является предметом философии Поэтому скажем Таких историков Которым не нужно знать философию Нет и быть не может Или другими словами Кто не будет знать философии Тому два Это в другой форме С учетом того Что у нас государство А государство Сами знают Что такое государство Это тюрьмы Лагеря Там всякие Меры принуждения Это все У нас даже все заготовлено У нас программа есть У нас даже есть Записана эта программа На дискетах И даже я Товарищам Которые Здесь присутствуют Здесь присутствуют Так Могу эти дискеты дать Чтобы у вас Они тоже были Минуточку Минуточку Значит Давайте делаем так Вот вы у меня Самые приближенные Вы это дело Запишите себе Кому Можете переслать И потом дальше Потихонечку Будете другим Давайте пересылать Так чтобы у вас Всех это в конце концов Было Я еще Дополнительно В следующий раз Принесу Значит у нас с вами Экзамен Вот вы будете Сдавать или держать Экзамен Да Или вам все равно Я думаю Ну это хорошо Что вы думаете Держать Держать Видите разницу Да Ну сдавайте Это я вот пришел Не расплескал Сдал И пошел Пустой А я вот Знания имею Пришел Проверил Что я их имею Выдержал экзамен И пошел дальше С этими знаниями В жизнь Наверное так Да Хорошо Значит с предметом Мы разобрали Эти истории Метод Вот с методом Конечно Дело тяжелое Потому что Если я спрошу Что такое метод Я сомневаюсь Что вы мне ответите Кто-нибудь Можешь сказать Что такое метод Вот Так я и знал Метод Это способ А способ Это что Это метод Так У меня тут еще Есть в запасе А способ Это метод И замкнутый круг Получается Да Давайте Там вот тот край У меня там тоже Приближенный Кто это Ну я ей само собой Дам Она вообще У меня активно Очень выступает Давайте Просьба значит Переписать Разослать И так далее Значит метод А может быть так Предмет один А метод другой Совсем Да Да Вот предмет такой Значит Я изучаю Нет Мне нужно Шуруп Отвернуть Я приношу Микроскоп И пытаюсь Отвернуть Что-то не получается Не знаете В чем дело Метод Потому что Один А предмет Другой Тогда я приношу Молоток Пытался Отвернуть Тогда я меняю Задачу Завернуть И беру И заколачиваю Этот шуруп Как гвоздь Это метод Да Потом Значит Вы когда садитесь На стул Друг смотрите И стул Развалился Почему бы и нет Дескать Деньги Можно получить Собрать Потом Когда мы убежим Вот Тогда и проявится Может быть Метод Оторван Содержание Скажите Пожалуйста Вот вопрос Да Так вот Товарищ Гегель Георг Вигель Фридрих Пишет Что метод Не может быть Оторван от содержания Каков предмет Вот таков и метод Не буквальное Тождество Буквального Тождества Нет Но он Соответствует Предмету Правильно Какая наука Такой и метод Что У исторической науки Нет что ли Метода Много Много Вот это для меня Новость Что Историческая наука Не дошла до того Чтобы у нее был Единый метод Она так все Это кусочки Там берет Много Знаете Как ящик Чемодан Открывает Много Много Да Да Я вам сейчас дам Формулировку метода Какую Гегель дал Но потом ее Попытаюсь Объяснить Метод Есть Осознание формы Осознание формы Внутреннего Самодвижения Внутреннего Самодвижения Содержания Изучаемого Предмета Повторяю Метод Есть Осознание Формы Внутреннего Самодвижения Содержания Изучаемого Предмета Метод Есть Осознание Формы Внутреннего Самодвижения Содержания Изучаемого Предмета Если так сказать Навскидку Посмотреть только На это Высказывание Видно что Метод предполагает Учет по крайней мере Содержания Какое содержание Такой и метод Не может быть Для разного содержания Один и тот же метод Правильно Но Мы же с вами Говорим о живом Да Мы говорим о том Что скажем Историки Должны взять Общество Как живое В ее развитии А если оно живое Движущееся Изменяющееся То оно Находится В движении В каком движении Что его толкает Кто-нибудь Общество Кто-нибудь Толкает Общество Или общество Самодвижется Самодвижение Значит есть Общество Какое Самодвижение Внутреннее Или внешним образом Внутреннее Обратите внимание Мы уже начинаем Увидеть Что метод Если сознание Форма Внутреннего Самодвижения Содержание Изучаем Предмета То есть Надо чтобы Содержание Мы взяли Не мертвое Не куски Не Просто Глиняные черепки А взяли бы Как Живое Самодвижение А что является Источником Самодвижения Никто не знает Самодвижение А? Источником Самодвижения Является Противоречие Дорогие товарищи Противоречие То есть Как нужно Подойти Каков должен быть Метод работы С материалом В том числе Историческим Надо взять Свой предмет Взять его Содержание И попытаться Его Увидеть Противоречие Его самодвижения Когда вы Поймете Эти противоречия Самодвижения То есть Возьмете Свой материал Как самодвиживающийся Не то что Возьму вот это Возьму на пошуто Возьму вот это А теперь Начнем с этого А теперь Продолжим там А если вы Будете описывать Как общество Общество Которое Самодвижение Надо Надо осознать Форму Самодвижения Вон там Люди Наверху сидят Далеко глядят Диалектика Говорят Я слышу Диалектика Наука А противоречия Диалектика Сколько Существует Логика Вот Это до Горбачева Было две До Горбачева Было две До Горбачева Было две Первая Была формальная Логика Характерна Для формальной Логики Что действует Закон Исключенного Третьего Или А Или не А Третья Не дано Правильно А для диалектической Логики И А И не А Одновременно Так Так А потом выступил Михаил Сергеевич Который никогда Ни одной книжки Не написал Тем более Сейчас пошли Мемуары тех Кто ему Что-нибудь писал Который подтверждает Что он никогда Еще сам Ничего не написал И вот он Написал книгу Таким образом С помощью своих помощников Новое мышление Для нашей страны И для всего мира Теперь значит Три мышления Формально Логическое Диалектическое И новое И новое Наверное Это ядерное мышление Но разрушает Целое государство Советский Союз Разрушили С помощью этого Нового мышления Или с помощью Тех Кто вот Так сказать Слушал И эту ерунду И так сказать Считал Что он что-то умное Говорит И ему помогал То есть На самом деле Вы конечно Абсолютно правы Существуют Две логики Формальная логика И диалектическая Но как они отличаются Ну для того Чтобы понять Что они здорово Отличаются Я хочу вам Такую рассказ Воспроизвести Как один философ Вроде меня Приехал в деревню И пытался Простым людям Объяснить Что такое Диалектика Вот он приезжает В деревню Его встречает Дед И говорит Ты кто такой? Ну а философ То есть как бы я Как кто я? Я вот Философ Ну что вы изучаете? Диалектику А что такое диалектика? Ну дед Нет Говорит Мы грамотные люди Мы радио слушаем Газеты читаем Телевидение Раз есть А ты между прочим Как грамотный человек Должен нам объяснить Хорошо дед Объясню У вас в бане есть в деревне? Кто говорит Есть Вот идем мы с тобой в баню Вот ты грязный Я чистый Кому мыться? Дед говорит Что тут непонятно? Мне? Я же грязный Нет Дед Да ты все равно грязный Чего тебе мыться? А я чистый Мне чистоту поддерживать надо Мне надо мыться Понял дед? Дед говорит Сильный у вас наука Ну ладно Понял Хорошо Нет дед Это не все Второй раз мы идем в баню Ты грязный Я чистый Кому мыться? Дед говорит Да понял я вашу диалектику Ты чистый Тебе чистоту поддерживать надо Тебе надо мыться А мне до чего мыться Мне я грязный Философ говорит Дед Ну что ты мелешь? Ты посмотри на себя Ты грязный Себе надо мыться А мне до чего мыться? Я чистый Понял дед? Он говорит Понял Вот дед Это вот уже Синтезис А тут был тезис Ну третий раз Мы идем с тобой в баню Ты грязный А я чистый Кому мыться? Дед говорит Ничего не понимаю Вот дед Это и есть диалектика Синтезис То есть диалектика Это наука О противоречиях А как надо изучать противоречия? Схватиться за какое-нибудь сложное Которое бы прямо там Противоречие в Иране В 18 веке Или начать с простого? Вот Мне нравится Что вы сразу сказали Конечно надо начать идти От простого к сложному Правда? Вся наука построена на том Чтобы начать с простого А что такое сложное? Никто не скажет Кто-нибудь знает Что такое сложное? Совокупность простого О Что? Совокупность Совокупность плохое слово Совокупность Это вот мешок Туда набросали все И огурцы Там и конфеты И арбуз И ботинки Что туда еще вы бросили? Мусор какой у вас был Тоже туда кинули Совокупность Это ни о чем не говорит Все вот набросали Это не хорошее слово Вот хорошее слово Система Это хорошее Правда? Это система Вот человек Это система Или совокупность Рук Ног Головы Вы что Совокупность? Как знать? Или органическая целостность Как вы себя представить хотите? Как вас представить? Как-то я к сыну пришел Звоню А он в фирме работает Мне звонят А как вас представить? Я говорю Представьте меня так Отец А если я сказал совокупность Там даже умерли бы на том конце Подумали Что я совокупность Того сего пятого и десятого Значит Объясняю Вдумайтесь в слова Сложные Это сложенные Из чего? Из простых Из простых Даже говорят Вот человек хорошо сложен Хорошего сложения Чего плохого? Тут сказано Это не совокупность Тут набросано Там руки Ноги Живот Шея Что-то еще там набросали А это Система определенная Органическая целостность Сложная Это сложенная Из простых Есть что-нибудь абсолютно простое? Есть? Что проще уже нет? Да Да Хорошо Мы с этого и начнем С вашего позволения Давайте начнем С самого простого А что самое простое? Как вы думаете? Вот догадаетесь или нет? Какая самая простая Философская категория? Вот если я пришел бы и сказал Вот я философ Скажите какую-нибудь Сложную философскую категорию Скажите Ну вы даете Я должна сложную И еще ничего не считаю А самую простую-то Что историки не могут знать Самую простую категорию философии? Самую простую Проще нету А раз она всеобщая Она везде есть И в истории тоже Вот жалко, что у вас экзамен А если вот был бы зачет Я бы вас научил Как его сдавать Ну у вас еще есть зачеты Кроме моего курса? Вот к примеру Приходите вы на зачет Ничего не знаете А вас Спрашивают А вот что вы знаете об этом? Вот что вы ответите? Начну с определения Чего определения? Я говорю Если не знаете Какое определение? О чем вы говорите? Если вы не знаете Если вы знаете То конечно вы получите зачет Это каждый может сдать Когда он знает А вы сдайте Когда он не знает Вот Мы же философию Для чего изучаем Прежде всего? Чтобы она полезной была Наука Полезная Если она не может Помочь сдать зачет Зачем такая философия? Правильно я считаю? Зачем эта философия Если не она Не может помочь Даже зачет сдать Ну экзамен понятно Там еще что-то надо знать Зачет-то почему нельзя Сдать с помощью философии? Вот спросите меня Что-нибудь Что я не знаю Я точно что-нибудь не знаю А вы точно что-нибудь знаете Что я не знаю? Давайте Что я знаю О чем? А конкретный вопрос Можно? Нет Не такой вопрос Что я знаю О чем-то Это же как на экзамене На зачете спрашивают Я сам принимаю Я именно в Румынии Как-то вот Я все это Югославия Там Болгарию Швецию Грецию А Румыния Как-то она у меня Затерялась А потом я забыл Ее и выизучать Спросите меня Про историю Румынии Что я знаю Про Румынию? Спросите меня Что вы знаете Про Румынию? Я знаю Что она есть Ответил? Да Ну ставьте зачетик А мы договаривались Один вопрос Вы что Допрос хотите сделать? Допрос хотите сделать? Это же университет Это вам не Следственный комитет А какую категорию Мы при этом применили? Бунтикер О, молодец Кто сказал? О, у вас уже балл К эксклюминационному Уже есть один Все Знаете, этот человек Знает, что такое бытие А какое бытие? Какое бытие? Что бы Бытие коровы Есть, бытие стола Бытие стула Бытие трибуны Бытие часов Бытие усов Какое бытие? Какое у вас бытие? Ну вот Вот и посыпался На это он Зачет он уже сдал А это я на экзамене Уже его пытаю Какое бытие? Чистое О, кто сказал? О, молодец Вот Вы это Честь оправдали Все историков Сила Впервые вижу Такой курс Один знает Что общество есть Второй знает Да он же знает Про бытие А тут есть Про чистое бытие Это уже Вообще вы Философ просто Природенные Чистое бытие Это что значит? Чистое Это значит Вот есть и все И не спрашивайте больше Ничего Чего будете спрашивать Про чистое Если чистое Даже вопросов Не надо задавать Это же чистое Без всякой определенности Ни бытие стула Ни бытие стола Ни бытие микрофона Бытие и все И отстаньте от меня Это хорошая категория Как она получается? Она получается Методом абстрагирования На первый взгляд Кажется Что это совершенно Пустая категория Да? Ну если она Чистое бытие Ничего не говорит Вот значит Что такое Что такое абстрагирование? Абстрагирование Это отрицание Вот если я вас Всех отрицаю Что я должен сделать? Сейчас я пойду вас Отрицать Я всех должен Начать отрицать Всех всех Потому что Это чистое же отрицание Дайте руку пожалуйста Руку пожалуйста Поднимите Вот я Не собираюсь ее брать Я отрицаю Вашу руку А вашу И вашу отрицаю А вашу Давайте Давайте И не надо мне Я отрицаю же Понятно, да? Так чтобы всех Всех отрицать Что я должен сделать? Я до всех должен Дотронуться То есть существует Положительная связь Это когда я вот беру Да? Вы мне так сгорячо дали А я вас начал тянуть Да? А вы тогда упираетесь А если я хочу Чтобы вы как раз Тянулись ко мне Что я должен сделать? Вас начать отталкивать Правильно? Какое у вас будет движение? Некоторые иногда шутят Подходят в метро Человек стоит Прямо перед Перед рельсами Его вот так вот Раз хватает за плечи Раз назад А он интенсивно вперед Хорошо, что его удерживает То есть Что значит отрицать? Что значит отрицательное движение? Что значит абстрагирование? Это значит отрицательная связь С чем? Со Всем То есть это на самом деле Скрытно Самая богатая категория Скрытно То есть она Самая полная категория Что в нее не входит? Все Потому что это не то Не то Не то Все надо сказать И все в нее входит Поэтому Когда начинают Из этой категории Вдруг разматывать Что-то Какое-то богатое Думают Откуда это берется Из такой пустоты? Это кажется Что из пустоты Это Связь Совсем Но отрицательная То есть Через отрицание И вот Чистое бытие Является Первой категорией Диалектики Первой Самой первой категорией Диалектики Чистое бытие Причем она не так является Что кто-то придумал Что это первая категория А так является Что вы можете Все что угодно Взять за начало Научной системы Но в начале Вы что знаете О том Что собираетесь изучать? Вот что знает Историк Об истории В самом начале Вот Кто сказал? Замечательно Вот видите как вот Не зря прошли Наши занятия Все уже Что она есть А что еще Вы можете сказать Про эту историю В начале В начале Что вы можете Еще сказать Про историю В самом начале Вот кроме этого Что она есть Ничего В начале Нельзя и сказать Вот если бы я уже Изучил там Хоть чуть-чуть Это было бы не начало Правильно? А если начало То значит Чистое бытие И все Что нам дальше делать? То есть С одной стороны Нам хорошо Это историкам-то плохо У них там все равно Впереди надо будет Что-то конкретное изучать А философам хорошо Дескать Вот у нас уже есть Чистое бытие Уже хорошо Категория одна есть А что надо делать А что надо делать Человеку Который изучает Диалектику Он должен взять Эту категорию И начать Ее обдумывать Кто берется Обдумать Чистое бытие Значит Сразу сообщаешь Это самая простая задача Потом будут Более сложные Категории Тут-то обдумывать Проще простого В самом начале Кто может Обдумать Чистое бытие Что вы знаете А такое небытие Слово-то даже не знаю Что такое Вы так много знаете Это куда Если бы я даже Много знал Я бы прикинулся Что не знаю Ну как вот философ Он же должен в начале Если в начале Вы поняли Что такое начало Нет В начале Еще я не знаю Какое небытие Вы про него Откуда взяли Такое Вычитали небысь Где-нибудь Вот есть Чистое бытие И думайте про него Самостоятельно Не надо ссылаться На книги Что вы сами Не в состоянии Подумать Про чистое Я проще Вам задачи Не могу дать Но нет Проще категории Нету В природе Ну кто скажет Что-нибудь Про чистое бытие Это уже сказали Вот вы уже Это плагиат Вот Стой Стой Девушки Вот у нее Лавры А у вас уже Не лавры Научное врастло Плагиат Что можно сказать Вот Гегель Он Чем приятно Его изучать Умный человек Он говорит И нечего Больше сказать О чистом бытии Как о таковом Ну это вначале Чего вы собираетесь Тужить Чего вы тужитесь Это же простое Самое простое Чего о нем говорить А если бы о нем Много мы наговорили Это значит Оно не простое Так и что Вы в начале Находитесь Или именно в начале Вы как-то решите Или уже ушли куда-то Или начинаете Если начинаете Так что вы настраиваете Что вы сейчас Нам наговоритесь Трикоруба Никакого трикоруба Тут не может быть Нечего больше О чистом бытии Сказать Я вас хочу поздравить Вы изучили Первую категорию Диалектики И знаете о ней Все Все Это же приятно Придете домой И расскажете Что я Наконец-то В университете Нашел категорию Про которую знаю Все И что это за категория Как Чистое бытие А что это за категория Как вот Для сдачи зачетов Замечательная категория Расскажете Так Давайте обдумываем Эту категорию теперь Вот обдумываем Какие мысли к вам приходят Если вы обдумываете Чистое бытие Вы никогда в жизни Вот не обдумывали Допустим Сидите Дом За столом И обдумываете Чистое бытие А Ну хотите Не или сидите А лежите на кушетке На диване Обдумываете Чистое бытие Или спать легли Повернулись на другой Бог Говорит Подумаю я о чистом бытии Вот что Каким мыслям вы приходите Ну есть люди Какие-то мысли Есть у вас Так обдумывать нечего Оно просто есть О Слышали ее Что сказал она Она говорит Обдумывать нечего А слова-то уже вылетели Раз обдумывать нечего То вот эта Уважаемая наша староста Которую выдали Что она староста Что она уже пришла К другой категории Какой? Какой? А что не слышали Что вы сказали? Обдумывать нечего Вы сказали И вы пришли К категории Ничто Нечего Сказали? Нечего Это же ничто То есть если вы начнете Обдумывать Чистое бытие То вы придете к мысли О том Что обдумывать тут Кроме того Что оно есть Больше нечего сказать А уже значит Вы сказали Нечего А раз вы сказали Нечего Значит В вашем Мышлении Состоялось движение От Превращения Чистого бытия В чистое Ничто Это же чистое ничто Или у вас Какое-то конкретное Ничто там Имеется ввиду Чистая ничто Это мало что ли? Чистое бытие Перешло в чистое ничто Это мало? Еще не прошло И сколько вот? О, так еще Один час Только занимаемся Уже чистое бытие Перешло в чистое ничто Хорошо Теперь что надо делать? Вот Приятно иметь дело С умными людьми Диалекция Надо обдумывать Теперь чистое ничто Если мы чистое бытие Обдумали Уж чистое ничто Мы уж точно обдумаем Что такое Вы можете сказать Про чистое ничто? Оно есть Во Учитесь Вот Вам тоже бал Потом мне На экзамене скажете У меня один в запасе С первой лекцией За что? А как за что? Говорит Я знаю что Что значит Можно сказать Про чистое ничто А Ну точно Так я хотел вам 4 поставить 5 Значит Чистое ничто есть И что получилось? Получилось что чистое ничто Перешло По что? Какое же оно чистое Когда уже третья категория Вы чего? Какое чистое? Вы следите за За движением мысли Было чистое бытие Чистое ничто А бытие уже было Это уже третья категория Оно уже не чистое бытие А уже бытие Которое является Результатом движения ничто Вот видите Есть предметы Что можно посмеяться Это же хорошо Хоть хотеть Одна философская наука Хоть смешная А то Видите все грустные Такие науки Изучают Изучать А тут хоть можно и посмеяться И посмеялись Но вывод-то какой? Что чистое Ничто Переходит Чистое бытие переходит В чистое ничто Чистое ничто Переходит в бытие А бытие Это уже перешло В ничто Этого не забыли? Не забыли? Значит На этом-то ничего Не останавливается И что получается? Что бытие Переходит в ничто Уже тут чистых нету А ничто в бытие И нету ничто Нет бытия А если движение Исчезновение Бытия В ничто А ничто в бытие Так? Во! Запишите Это вон с того края Подсказали Это левый край Значит Движение Исчезновение Бытия Ничто А ничто в бытие Как бы это назвать? Не знаете? Вот это Вы можете и не знать Почему? Потому что это название Не выведение Вот обдумывайте К этому мы пришли Движение мысли А название мы свороем У кого? У Гегеля? У Гегеля? Даже по этому поводу Есть анекдот Вот помните Говорят, что вот Марс взял Зерно Диалектики У Гегеля И вот Значит В деревне Собирается дед На лекцию По диалектике Куда идешь? На лекцию Он сходил на лекцию Приходит Спрашивает Ну как лекция? Да нормальная лекция А что? Да я какие-то Маркс Я какие-то У Гегеля Зерно украл Мабуть Судить буду Взял зерно У Гегеля Вот и здесь Что это за категория такая? Переход бытия в ничто А ничто в бытие Без остановки И без времени А просто Бытие Иначе только в том и состоится Что оно переходит Начинаешь его обдумывать Оно переходит В ничто Ничто начинаешь обдумывать Оно переходит в бытие То есть в мышлении Мысль о бытии Переходит в мысль о ничто Мысль о ничто Переходит в бытие А это ведь Движение мыслей Это и есть диалектика Это вот Категория диалектическая Которая называется Мы открываем Науку логики Гегеля Том 1 То есть Такую книгу Про которую Написано у Энгельса Что единственной Компендии диалектики Имеется в науке Логики Гегеля Ну что такое компендии? Кто-нибудь знает? Вот если откроете Латинский словарь Там написано Компендия Это кратчайший путь Прямая дорога Вы как собираетесь Изучать диалектику Кратчайшим путем Или По болотам По кустам По лесам По Бурелому Наверное Кратчайшим Да? Так вот Кратчайший путь Наука логики Гегеля Что про него Великие говорили? Ну Маркс говорил Очень просто Гегель Мой учитель Хотя вообще-то Гегель идеалист А Маркс Материалист И все равно Он говорил Гегель Мой учитель И благодаря Гегелю Материализм Маркса Не такой, как у Фейербаха Созерцательный Вот на вас смотрю И вижу Люди разные Собрались Молодые А Преобразующие Надо, чтобы эти люди Много знали И развили бы в себе Соответствующее Диалектическое Понимание Правильно? Это будет какой же Взгляд Преобразующий Мир А что говорил По этому поводу Ленин? Вот он В 44 года То есть Старше всех вас Тут был По отдельности взятых Вместе, конечно, нет Он Когда все запутывалось Перед Первой мировой войной Непонятно было Что происходит И он понял Что без диалектики Это без специального Изучения диалектики Не разобраться вообще В хитросплетениях Развития общества Мирового Не разобраться И он стал изучать Науку логики Гегеля Ну, поскольку Он немецким владел Он по-немецки изучал Вам хорошо Вы можете по-русски изучать Потому что В 1937 году Вышла наука логики В собрании сочинений Гегеля Пятый и шестой том Пятый том Это объективная логика Учение Обытие Учение О сущности И шестой том Учение о понятии Потом были Издания уже Такие, как У нас В 1971 году В издательстве «Мысли» Три книжечки издали Отдельное Учение о бытии Учение о сущности Учение о понятии В издательстве «Мысли» Красная такая книжка В котором было И то, и то, и другое Вместе все Учение Объективной логики И субъективной логики Учение о понятиях И вот наше издательство Открываем эту книгу Потому что название Конечно, не запомнишь У вас хорошая память Я не знаю У вас, наверное, хорошая Я, например, запомню И так не могу Ну, взяли Посмотрели Да и все Ну, книгу взяли Посмотрели Мы же не вывели это сами А название-то мы Откуда возьмем? Из книги Откуда Гегель взял название? Из истории и философии А если он Председательства системы Не нашел категории Он сам придумал Но не случайным образом А то, что дополняет Эту систему Вот это название Становление Слышали? Движение и исчезновение Бытие в ничто А ничто в бытие Становление Хорошая категория? Вот если я вас спрошу Кто вы? Что вы скажете? Вот кто вы? Вы человек Ну, спросите меня Вот я вот Вот вы А вы вот я Спросите меня Я? Я историк в становлении Ну, так ведь Вы же историки Историки Вы же учитесь Учитесь Значит, есть у вас Переход ничто в бытие Не было историком И стану историком А что, обратного нет? Что, ничего Все помните? А ничего не забывайте? Обратный тоже идет же процесс И то, и другое Это называется становление Вот вы становление Историк в становлении А то какие-то были Нет, это не туда и сюда Это одновременно И туда и туда Одновременно И есть и то, и другое движение Одновременно Потому что Бытие переходит Ничто-ничто Движение Исчезновение Бытия в ничто Ничто в бытие Ну, вот Тут круга тоже нет Круг вроде как по очереди Не по очереди И вот теперь Эта вот категория Называется становлением И в этом становлении Мы усматриваем Два противоположных движения Какие? Переход бытия в ничто И переход ничто В бытие Они, эти движения Неразрывные Два противоположных движения В одном движении Как называются? Моменты Моменты Вот и в физике Употребляется слово Тогда, когда что-нибудь Неразрывное Помните Если силу умножить На длину плеча То можно Тот же самый момент Получить Если вы возьмете Уменьшите силу Увеличьте плечо Или уменьшите плечо Тогда увеличите силу А будет та же величина Да? Изразлично Будет та же величина И здесь Здесь у вас Одно без другого Не присутствует В становлении Вот этот переход Бытия в ничто И переход ничто В бытие Присутствует Как это используется В исторической науке? Сначала давайте Название назовем Как вы назовете Переход ничто В бытие В становлении? Не было и стало Как Называется Возникновение Возникновение А вы как понимали Возникновение Из ничто В бытие Вот так ведь Вот товарищ Я со мной Абсолютно согласен Вот те Я даже не сомневаюсь Правда ведь Возникновение А эти люди Вот я им говорю Говорю Но зато они знают Наверное Обратный переход Переход Бытия в ничто Как называется? Прихождение Все приходящее Вот у вас есть Что-нибудь плохое В жизни? Что за стипендия У вас маленькая? Или большая? Сомневаюсь Что вы скажете Что она большая Но это все приходящее Может этого прогонят Товарищи Вице-премьера Который сказал Что и не надо Стипендии платить Дворкович Пусть говорит Работают Я говорю Так закройте Все Очное обучение А они взяли И закрыли Вечернее Вот дают Ну на вечернем Люди работали же И учились Так? Где вечернее отделение? Не то Они что? Говорят Мы откроем магистратуру Они будут по вечерам Заниматься И шесть лет Так и было на вечернем Не помните? Знаете На вечернем Шесть лет занимались И вечером А название Где магистратура? Так а что Вы карася За порося Вы даете? То есть Все плохое Приходящее Ну надо сказать И хорошее тоже А вообще Все приходящее Вот Легко очень Стать философом Мудрецом Вот я сижу Мудрец Философ Вы ко мне приходите И говорите Вот цены растут Проблемы с экзаменами А я говорю Это все приходящее Вы послушали Обрадовались Пошли Через год приезжаете А я этот старец Там В пустыне сижу Иногда мне приду Приносят Приносят Хорошо не приносят Жду когда принесут И вот Приходите Вы говорите Точно Как вы сказали Уже не так И цены растут И стипендию Повысили на 3 рубля А я говорю А это все приходящее А я больше ничего И это все И я уже философ Понимаете Мудрец Все приходящее Все приходящее Спокойно так Все приходящее Что болит что-нибудь Сейчас же лекарства дорогие Все приходящее Пройдет Ну не пройдет Так и жизнь наша приходящая Что вы волнуетесь Зато умрете молодыми Тоже хорошо А что вот я умру Да даже некрасиво умирать Сейчас движение такое развращается Умереть молодым Пенсионеры вообще Возмутительно себя ведут Живут и живут Страна нуждается Сейчас в деньгах А они все говорят Давайте нам себе Эту пенсию А ведь Правительство рассчитывает Именно на пенсию Вот без этого Экономику не поднять Раньше рассчитывало На производство А где мы Производство возьмем сейчас Это надо же его Поднимать А тут прямо Деньги взять и все Вот Ельцин Хороший был президент Правда Он эту проблему вообще решил 59 лет у мужчин Возраст Жизни А пенсия С 60 И к ним обращается Говорит Давайте Обсудим с вами Варианты Пенсионной системы А он молчит И так и называет Их молчанами А что он молчит А ему то все равно Эти варианты какие Он 59 лет Умрет А с ним обсуждает Как он будет Пенсию получать С 60 Или Вот Экологическую проблему Как Ельцин решил Вот сколько экологи ходили Загрязняет воду Загрязняет воздух Так это не проблема Закрыть промышленность Уничтожить ее И вода Чищи Воздух Чищи Красота Потом эти дураки В Амминистане Строили и строили Это жилье Ну это же глупость какая Взять строить 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 Это для того Чтобы на человека Был больше метраж Да пусть вымирают люди Спокойно И метраж Что на человека будет А строили Вот сколько есть зданий Меньше Больше и больше И больше метраж На человека Лекция не могу говорить Все нормально у нас Все хорошо Спасибо Все идет Нормально Так Все приходящее Это прихождение А противоположное движение Возникновение Вот если вы знаете Возникновение и прихождение Значит становление Есть единство Возникновение и прихождение Вот теперь уже Можно применять К исторической науке Можно применять К исторической науке Лекции записываются Все нормально Владимирич Но сейчас не могу разговаривать. Все нормально тут, да. Хорошо. Ну, я же не могу уйти с лекции. Вот сейчас закончится через 15 минут. Через 10 минут подойдем. Так, так вот. Был я преподавателем политэкономии. И читал я по программе политэкономию социализма. И там был такой раздел. Возникновение и становление социализма. И я тоже этот раздел читал. А вот сейчас бы я сказал, а где прихождение? Ну, может быть, становление без прихождения. Не может быть. А как изображали? Вот строительство социализма. А вы строительство видели когда-нибудь? Одно строят, другое ломают. Вот сейчас что строят у нас такое новое, большое, хорошее стадион? А трещины в стенах не обнаружили? Вот этого стадиона, который на Крестовском острове. Обнаружили. Это что говорит? О чем? Прихождение? А если что-то финансируют, а деньги откачиваются, это что? Вот говорят, мы строим сейчас космодром Восточный. Сначала объявили, что 12 миллиардов долларов, простите, рублей украли. Не дошло просто. Вот посылали, не дошло. 12 миллиардов не дошло. Потом уже прокурор говорит, 6 миллиардов не дошло. А куда делись те 6, которые были сначала 12? И что дальше? А тишина. Ну, наверное, если вы деньги отправляете даже на почте. Ну, наверное, там подпись есть, там все это фиксируется. Платеж, конечно, надо сделать платежное поручение, печать и поставить. Банк надо знать. Так может, это всех этих деятелей из этого банка пока в СИЗО отправить, подумать, как они туда не дошли. Может, и выяснится как. Ну, как вот 6 миллиардов? Уже прокурор говорит, 6 миллиардов. А на то, говорит, мы уголовные дела, 20 уголовных дел возбудили по поводу 150 миллионов рублей неуплаты рабочим. Это хорошо, что вы возбудили. Но 150 миллионов – это хорошо. А вот эти вот 6 миллиардов-то где? А что-нибудь вы знаете такое, что было бы без прихождения? Вот я про вас не буду говорить, про себя скажу, что я хоть и вот развиваюсь, даже вот на лекции вот смотрю на вас и развиваюсь внутренне всё больше и больше. А в то же время идёт и процесс умирания. У вас-то не идёт. Только у меня идёт. То есть это категория всеобщая, но к вам не относится. Прихождение. Верите? Не верите. После какой границы идёт процесс умирания? Что какой? После какой границы? А он с рождения идёт. А он варит, что? Ну как, вот если человек родился, значит умрёт. А если умер, значит родился. Что тут непонятного? Не хотите умирать – не рождайтесь. Ну а как ещё, может быть, иначе? Тут всё очень просто. Тут это как раз всё ясно. А вот Шутов писал, он писал так. Из этой жизни ещё никто не вышел к живым. Никто. А как же тогда насчёт целого общества? Значит, вот мы изучаем, что вот становление социализма. Возникновение есть в прихождении. А что, не было такой линии на прихождение? Или? Говорит, вот строительство, вот социализм уже построен. Да? Хорошо. Есть такая тенденция, которая представляет собой тенденцию перерастания социализма в полный коммунизм. Да? Так? А что, обратно и нет тенденции? Говорит, откуда это взялось? Ну вот если взять ту концепцию, которая у нас развивалась в последние годы существования Советского Союза, какая была такая теоретическая концепция, которая, между прочим, является такой, за которую авторство никто не взял? Это концепция развитого социализма. Да. Это что такое? Что вот развился социализм? А что вот, может быть, социализм развитой, пока он не полный коммунизм? Ну, вроде бы, как вот не полный, не развитый коммунизм – это социализм. А полный развитый – это полный коммунизм. Правильно? Незрелый коммунизм – это социализм. А зрелый социализм – это коммунизм. А тут как у них здорово получалось. Зрелый социализм, но не полный коммунизм. Это что это такое? И так это и пропало. Давайте напишем статью в условиях развитого социализма. Я это не буду писать. Это ерунду. А писали же. Много писали. Сколько понаписано на эту тему. С ума сойти. И вот вы приходите в редакцию. Тяжелый и вредный, опасный женский труд при социализме. Есть? Есть или нет? Да вовсю. Сегодня мы не видим, кто работает на дорогах. Трастильщицы, всякие крутильщицы, предельщицы и так далее. На химических производствах. И вот приходят с такой статьей в журнал. Все говорят, вы что, с ума сошли? У нас развитой социализм. Какой может быть тяжелый и вредный, опасный труд? Уносите свой статью. Вот если я этот глаз закрою и в становлении вижу только возникновение, а прихождения не вижу. С какой стороны надо ко мне заходить? Стой. Я не замечу. Говорит, как это он рухнул? Ну, как рухнул? Если вы не вообще, у вас один глаз закрыт. Так, ну, а противники-то есть же, и они были и внутри, и снаружи. Говорит, он развалился. Такого не бывает. Как это развалился? Вот переходный период от капитализма к коммунизму, то есть до первой фазы, составил 18 лет. С 17 по 36 год. А переходный период от социализма к капитализму, то есть от коммунизма к капитализму, составил 30 лет. С 61 года по 91. 30 лет его ломали, а люди, которые должны были что-то говорить или писать, рассказывали, что это вот, все мы идем вверх, вверх, вверх. Как вверх-то, когда вниз? А потому что они одну категорию услышали, узнали. Возникновение. А второй-то категории, как бы мы ее не берем, потому что она нам не нравится. А мы ее будем делать вид, что ее нет. Вы делаете вид, что ее нет. У вас, значит, из кармана деньги вытаскивают, а вы сделаете вид, что вы не замечаете. Иногда, когда трое сразу подойдут, может, надо так и сделать. Вот вам и применение. Только если бы это применяли, так такого бы не случилось. Ну, как может быть? Вот у меня так сложилось, что мне пришлось защищать в 1987 году докторскую диссертацию под названием «Полномерное разрешение противоречий движения коммунистического способа производства его первой фазы». Я там обосновывал, что наряду с позитивной тенденцией есть негативная, разрушающая социализм. Ну, к примеру, вот каждый советский человек, советский, социалистический человек, имеет, кроме коренного интереса, значит, увеличивая общественное богатство и какой-то побочный. Не важно, какое богатство, значит, важно получить... Неважно, какой пирог, важно, чтобы получить большую долю меньшего пирога. Правильно? Есть такой интерес? Есть. Значит, есть тенденция такая к тому, чтобы... Это разрушительная тенденция, мелкобружазная. Не то важно, что я делаю, то важно, что за это буду иметь. И эта тенденция существует. Вот я доказал, что она существует, и убедительно доказал, проголосовали, как только я доказал. Мы сказали, что надо вас утвердить. А там, пока, высшая дистанционная комиссия меня туда докладом вызывали, поскольку я доказывал, что есть отрицательные тенденции, разрушающие социализм. Потом, значит, на меня направили на перезащиту в Институт философии, Академии наук. Я туда ещё сходил, там защитил ещё один раз с другими оппонентами. И вот в 89-м году, через два года, меня утвердили. В 89-м утвердили, а в 91-м году и не стало этого социализма. Вот это стало видно, что, оказывается, она есть. А до этого всё очень как-то сомневались, даже, что это надо его вызвать вообще, там, начать разбирать. Что он такой доказывает? Ну, куда деваться-то? Ну, если это становление, есть две противоположные тенденции, обе объективные, или одна только объективная. Вот это нам нравится, она объективная, а это нам не нравится, мы её не будем рассматривать. Вопрос? Нет. То, что я говорю, или то, что мы изучаем с вами, это же всёобщая категория, поэтому они, как я и говорил, применимы ко всему, ко всем историческим явлениям, ко всем странам и народам, и ко всем эпохам. В какую эпоху было бы только положительное развитие, не было отрицательного. Вот, скажем, возьмём эпоху рабовладения. Производительные силы развивались? Посмотрите, какие храмы построены, прекрасные, а? Замечательно. Кто их строил? Архитекторы или рабы? А сколько народу погибло при строительстве этих храмов? Или, скажем, вот блистательный Петербург. Вам нравится Исаакиевский собор? Кто его построил? Говорят, он ферран. Один? Одному тяжело, знаете, было вот эти вот, особенно колонны поднимать. Очень тяжело было поднимать колонны. Но кто-то ещё ведь был? А это... Мы не знаем. И это неинтересно было тем, кто строил. противоречивый общество. А сейчас что, не противоречивый? Вот у нас в статистике экономической есть такое понятие децильный коэффициент. Отношение 10% доходов 10% самых богатых к 10% самым бедным. значит, в странах Скандинавии это отношение, соотношение примерно 5, 3-5 единиц. В Европе 7, 5-7. В Соединённых Штатах Америки 9, в России 32. Вот у вас 1480 стипендий, да? Или 1000, полторы тысячи уже. Уже добавили 20 рублей или ещё нет? Не добавили, да? В МОТЫ. А вот у членов правления Роснефти 17 миллионов в месяц. Вот из-за вашей стипендии не 18, а только 17. не стыдно вам, молодой человек. Ну, как вы подрываете, авторитетный, это Роснефть, Газпром тоже, мыкаются люди за 15 миллионов в месяц работают. Ну, бедняки там такие, как ОРЖД, ну, 5 миллионов в месяц. А могли бы 5,5 месяцев. И вот это вот как вот пенсии, так и стипендии. Вот как гири висят прямо на всей нашей экономике, на всех вот наших прогрессивных предприятиях. Всё вот надо вот... И зачем это вот... Ну, уже шаг уже сделан, уже не 5 лет учим, а 4. Надо подумать, ещё. А почему 4? Что так долго учить? Уже вы знаете бытие. Что вам ещё надо? Уже зачёты можете сдавать. А уже знаете уже и возникновение, и прихождение. Я думаю, что можно на этом заканчивать образование. Как вы считаете? А какая экономия? Надо будет сейчас, вот, надо Дворковичу послать письмо. Пусть посчитает. Какой экономия будет? То есть, вот студенты исторического института истории выступили с инициативой отдать стипендию Дворковичу. Пусть подавится. А то у него мало. Он даже не говорит, сколько. А там ещё пенсия. У нас два пенсионных закона. Один о трудовых пенсиях в РФ, а другой о пенсиях госслужащим. Госслужащим 75% от дохода. Допустим, от 400 тысяч за год. А пенсия сколько будет? 75 умножили? Процентов. 300 тысяч. Ну и живите себе припеваючи. Так. И что мы получили? Что мы получили, что становление есть единство возникновения и прихождение. А где бытие и ничто? Вообще пропали, что ли? Вот мы тут так трудно их добывали, а их не видно. А где они? Левый край. Где бытие? Бытие где? Куда делось? Что, оно пропало, что ли? Вообще? Не, не может быть так, чтобы бытие пропало. Но если бытие пропало, хоть ничто осталось. Где ничто? Вы знаете, где ничто? Нету? Где ничто? Где ничто? Показываю. Тихо. Тихо. Это диалектика. Берем прихождение. Запишите. Бытие. Прихождение равно бытие, запятая, переходящее в ничто. Написали? А вот теперь посмотрите на эту фразу. Вот оно, бытие-то. Вот сейчас как, молодежь, говорит? Короче. Ну, что я так длинно говорю? Бытие, переходящее в ничто. Короче, что будет? Как? Прихождение – это, короче, бытие. Но в становлении. В становлении другого бытия, кроме как такого, которое переходит в ничто, нету. Правильно? Поэтому это и есть бытие. Не надо много слов. Вот оно. И ничего мы не потеряли. Так, а ничто? Это что? Возникновение равно чему? Это ничто, запятая, переходящее в бытие. Короче. Ничто. А какое? Скажите, пожалуйста, а какое бывает в жизни ничто? В жизни уже, не в диалектике только, а в науке, в философии. Поскольку наука-то отражает же жизнь. Никакого другого ничто, кроме такого, которое переходит в бытие, и нету. И никакого бытия, которое бы не переходило в ничто, тоже нету. То есть, бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие, и у нас по-прежнему становление единства бытия и ничто. Но они в виде уже возникновения и прихождения. Развитие есть? Налицо? Вот видите, как мы продвинулись таким большим коллективом, и так плодоформно. Я думаю, при таких усилиях умственных нужно перерыв 10 минут, не меньше. Перерыв. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok